Прием заявок на участие в конкурсе «Я рисую победу» завершен. Организаторы телерадиокомпании «Губерния» с начала января поступило рекордное количество рисунков. В редакцию их прислали почти 1500. Генеральный партнер – завод КПД. Партнер конкурса – группа компании «Санкей». Присоединился к проведению и самарский филиал «Почты России», благодаря чему подарки получат участники из других регионов. Подробности в материале Дарья Зотовой. Как видят дети, войну и победу изображено на альбомных листах и ватманах. Прием заявок на участие в конкурсе «Я рисую победу» завершен. На выбор участникам предложили 9 тем. Кто-то показал свое мастерство в рисовании военной техники, другие же рисунок сделали более личным, показав великую победу в лицах. На этом рисунке изображен Больсов Иван Егорович, мой дедушка, который погиб в Советско-финской войне, когда ему было всего 23 года. Я просто увидела в Инстаграме анкету, ну то есть ваш пост, и посмотрела, думаю, почему бы не рассказать всем подписчикам этого Инстаграм-канала о подвиге своего дедушки. Потому что мало кто знает о дедушке, и в интернете почти нет информации о нем. На рисунке мы рисовали День Победы. Там был у нас самолет Ил-2, салют в честь Дня Победы. На рисунке изображен солдат, который прошел всю войну и победил фашистов и пришел домой с победой. У меня есть дедушка, прадедушка, и я, можно сказать, его черты оформила на этом рисунке. Этим рисунком я хотела передать то, что годы войны, они очень тяжелые. И мужчина, несмотря на то, сколько у него наград, он об этом вспоминает. И у него просто накатываются слезы на глазах. Я ее рисовала, наверное, недели две. Ну и я старалась, правда. Она очень прям глубоко мне в душу запала. Принимались работы как в электронном виде, так и в живом варианте. Всего в редакцию ТРК «Губерния» прислали почти полторы тысячи рисунков. Конкурс вышел за пределы Самарской области. Присоединились и сотни юных художников из других регионов. Это Москва, Нижний Новгород, Красноярский край, Пермская область. То есть очень много, скажем так, городов знают о том, что мы проводим такой конкурс и хотят принимать в нем участие. То, какие работы нам стали присылать, это, конечно, одно вдохновение. Я могу сказать, что нам будет в этом году очень сложно определять победителей. Итоги конкурса будут подведены до 1 июня. Помимо призеров, которых определит экспертный совет, будут объявлены и победители народного голосования, которое будет проведено в социальной сети ВКонтакте. Дарья Зотова, Дмитрий Столяров, Андрей Авдеев. Новости губернии.